Их рабочий день начинается, когда город еще спит. Сегодня, как и всегда, предстоит провести целый день на Ивановских дорогах. Они – госавтоинспекторы. Шесть утра полицейские сонно подтягиваются к управлению. Погода не самая летная, снег и метель. Значит, работы будет предостаточно. Каждая смена начинается с собрания определенной тематики. Сегодня повторяют правила самообороны. И, конечно же, в конце каждого развода – выборочная проверка знания закона о полиции. Затем построение, проверка экипировки и в бой. Часть инспекторов – пешие. Им наверняка придется тяжелее всего. 12 часов на ногах в метель – это не шутки. Мы же присоединимся к патрулю и посмотрим, как протекает рабочая смена. Погодные условия у нас неудовлетворительные. Снег, метель. Занимаемся большей частью оформлением дорожно-транспортных происшествий. То есть столкновение транспортных средств, автобусов, легковых автомобилей. Ну и когда следуем на дорожно-транспортные происшествия, если видим нарушение правил дорожного движения, то занимаемся и оформлением. Первый нарушитель попался на глаза инспекторам по пути к маршруту патрулирования. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Киа не пропустил девушку. Растерянный водитель вино отрицать не стал. Пояснил – опаздывает на работу, поэтому решил проскочить. Итог – штраф тысячи рублей и потерянное драгоценное время. Этот урок нарушитель должен усвоить надолго. А патруль следует дальше. Каждый водитель реагирует по-разному. То есть в основном, можно сказать, 60% водителей сразу начинают с инспектором пререкаться. То есть я ничего не нарушал, вы остановили меня незаконно. На этот случай в патрульной машине имеются устройства слежения. Видеокамеры – собственность полицейского, а не управления. В конечном счете ведь именно ему придется доказывать нарушителю свою правоту. Добраться до места патрулирования инспекторам так и не удастся. Диспетчер сообщил – всего за полчаса 15 мелких ДТП. Нужно ехать на места столкновений. В основном эти ДТП происходят по большей части из-за невнимательности водителей. То есть данные водители не учитывают погодные условия, то есть проезжая часть, что покрыто льдом, снегом. В основном из-за невнимательности. Все это так называемое железо. Аварии не серьезные, но автовладельцам необходимы документы для обращения в страховую. Так что после непродолжительных расспросов водителей и замеров на месте ДТП инспекторы садятся за бумажки. Радует одно – сейчас систему немного упростили. Если данный материал оформлять на месте, то есть два сотрудника ДПС могут оформить данный материал час 10, час 15. Для упрощения и в связи с такими погодными условиями в областном ГИБДД города Иваново имеется 105 кабинет, где данные водителя отправляются и с них уже берутся объяснения, выдают справки для страховых компаний. А мы, то есть следуем уже на другое ДТП, где водители находятся до лица и ожидают нас. Вот так с ДТП на ДТП инспекторам предстоит ездить весь остаток смены. Среди водителей такая дорожная обстановка зовется день жестянщика. А так как патрулей немного, следить за ситуацией на дорогах и нарушениями ПДД остается недремлющим видеофиксатором. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.